Вот такие дела, друзья. Поэтому вот этот месяц проживи с мыслью, хотя бы несколько раз в день говори себе, чрезвычайная жизнь — это для меня. Давай сейчас это скажем. Чрезвычайная жизнь — это для меня. Я еду на чрезвычайную школу, чрезвычайным помазанником, чрезвычайной цивилизацией духов, сынов Божьих. Чрезвычайный успех, чрезвычайные деньги, чрезвычайная сила, чрезвычайное устройство — это мой мир, это то, ради чего я хочу вообще жить, двигаться и существовать. Меня не устраивает никакая посредственность. Меня не устраивает тот уровень откровения, который у меня был. Я иду в чрезвычайные глубины, высоты, широты. Аллилуйя! Вы ещё раз это скажете. Я для чрезвычайной жизни. И чрезвычайная жизнь — исключительная жизнь, высшая жизнь. Это моя жизнь. Я предназначен так жить. Я хочу так жить. Аллилуйя! И вот примерно вот эти слова нужно говорить каждый день. Вот чрезвычайная жизнь, я чувствую, небесная цивилизация — это та жизнь, которой мы можем жить. Реально! И это та жизнь, для которой мы соним. Мы с вами. Я не знаю, я не хочу отвечать за весь мир, но у меня есть вы, у вас есть я. Мы созданы вот для такой жизни. Созданы, я имею в виду, наши мозги, заряженные на такую жизнь. Мы не видим, я лично не вижу никаких проблем жить такой жизнью. И для этого вот эта школа. Потом мы двинемся дальше. Школа — это не конец, это только начало, что мы потом творить будем. Аллилуйя! Поэтому вот эти дни, друзья мои, до самой школы и во время школы и после школы, ну хотя бы вот до школы, вот просто услышь меня, я ради этого сегодня вышел. Ходи каждый день, говори, чрезвычайная жизнь — это моя жизнь. Это та жизнь, которую я обычно могу жить, вот чрезвычайно. Ходить в чрезвычайно таких сумасшедших откровениях, ходить в чрезвычайно в больших вещах, чудесах и даже деньга. Знаете, когда я у моря тогда записывал свои желания, я говорю, отец, можно к такому-то сроку, вот чтобы я уже вот эта сумма, она у меня была. Ну там, чтобы вы поняли, это не разговор за тысячу или две долларов, это ну о миллионах речь идет. Я просто аж рассмеялся там на берегу, отец, конечно. То есть это настолько, ну вот обычно, я думаю, какие-то люди молятся там за дешевый билет. Я даже, мне грустно слышать от вас такое, какой дешевый билет? Вы провозглашайте, что вы летите на бизнес-классе. Ну где же он возьмется? Ну хотя бы провозглашать начни. Когда мы говорили за нетление, я говорю, начни проповедовать себе нетление. Уже ты будешь на шаги, на много шагов впереди, чем все остальные, потому что они не проповедуют нетление. Проповедуй себе преуспевание, проповедуй себе бизнес-класс. Спроси меня, я летал на бизнес-классе там два раза, и то меня пересадили из общего салона в бизнес. Ну так случилось. То есть никогда не покупал себе. Ну я не хочу дешевый билет, я хочу дорогой билет. Друзья мои, не просто дорогой билет, а дорогой билет. Дорогой. Аллилуйя. Ну я думаю, что вы чуть-чуть так смотивированы. Не забудьте каждый день. Я бы хотел, когда мы встретимся, когда вот это 23-го воскресенья вечером, я к вам выйду, чтобы это было просто знаете, вот такое излияние. Я хочу увидеть вот такие глаза, пламень огненный. Вот. И когда я выйду, я хочу увидеть не людей, которые изможденные, дотянули свои кости до школы Павла, и теперь мне нужно их отстирать, отмыть, накачать, и сделать так, чтобы они не сдулись хотя бы в следующий понедельник, когда уедут. Не хочу я такого. Я не хочу такого, реально. Я хочу увидеть, вот прямо выйти и увидеть печать на лбу, как написано, рабам Господним поставили печать, и эта печать гласит чрезвычайный Сын Божий, призванный к чрезвычайной жизни, не к сверхъестественной, потому что сверхъестественно живут все, многие, а есть чрезвычайное сверхъестественное. Амэ. Я тебе советую просто даже, если хочешь, реально двинуться практически в этом. Тебе надо не просто даже это говорить, а возьми, помните, в Ветхом Завете у пророка у одного есть такое изречение, он говорит, одни скажут, благословляю вас именем Господнем, другие напишут рукою свою, я Господень, я такой думаю, хм, ты уже как созерцатель сечешь. Отец, представляете, он говорит, одни будут говорить, а другие напишут, я Господень. А зачем они напишут? Вот это, когда ты пишешь, вот, например, я Господень, как будто ты ищешь того, чтобы связать свой разум как можно больше с этим откровением, что ты Господень. И хорошо бы, если бы ты нашелся раз в день, вечером, утром, когда ты там молишься, когда угодно, и просто своей рукой написал, я чрезвычайный, я чрезвычайный. Пусть запоминает твоя рука, твое тело, твои глаза, когда будут видеть это, и твои мозги постоянно созерцают, я чрезвычайный. Это же просто даже не надо сын, сын это понятно, пиши, я чрезвычайный. И ты приедешь уже на школу, ну и подготовленный, потому что я буду транслировать тебе только чрезвычайную жизнь. Я не буду там болтать обо всем подряд, я никогда не болтаю. Будет чрезвычайная трансляция Духа. Халилюи. Ну что ж, пирожочки, вы на меня тоже влияете, я вас только увижу, на меня огонь сходит, я начинаю с вами вот так говорить, как огонь к огню. Если бы вы были какими-то странными или религиозными, или мёртвыми, или контуженными, у меня это тяготило, но вы меня вдохновляете, вы чрезвычайны. берите причастие. И сегодня мы отождествляли себя с чрезвычайной жизнью. И когда ты будешь принимать причастие, вот скажи это первый раз под рюмочкой, под причастие, первый раз, может быть, перед тем, как принять, скажешь именно это слово. Чрезвычайный. Давай прям скажем ещё раз, я чрезвычайный, исключительный, безграничный, выдающийся, сверх всякой меры, безмерный, халилюйя. Я для чрезвычайной жизни и чрезвычайная жизнь для меня исключительная. Вот это сильное слово такое, исключительная жизнь, исключительная жизнь, исключительное явление. Халилюйя. И принимай. Вот такие дела, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok